добрый вечер друзья я хочу сказать что 26 ноября а сегодня 26 ноября но ровно год назад в этот день я начал терять вес как бы сознательно начал терять вес и все было против того чтобы я это делал потому что буквально 6 декабря то есть через 10 дней 6 декабря мы уплывали на круиз такой большой двухнедельный круиз там через панамский канал туда-сюда и круиз это совсем не то место где люди худеют обычно сайт давайте там вкуснятина но ладно в общем короче вот круиз потом новый год представлять после круиза только вернулись с круиза там через неделю рождество еще через неделю рог новый год еще через две недели старый новый год ну то есть все было против того чтобы в этот момент чтобы то не было начинать но у меня заклинило я сказал либо сейчас либо тогда я вообще не знаю чего в общем и так вот и началось ну и света конечно с ужасом на меня смотрела но у нее в жизни было несколько таких ситуаций со мной когда она ничего не могла сделать то есть если обычно она в общем-то это шея которая крутит головой то есть мной вот то в данном случае значит шея не справилась и я сказал я начинаю глядя на меня света тоже ну собственно не то что глядя но когда мы были на этом лайнере и питал я должен был питаться в определенном режиме но мы же вместе и света вынуждена была просто вынуждена была со мной питаться в моем режиме что на нее подействовало крайне благотворно потому что она за эти две недели потерял четыре кило весу и с ней произошло нечто вот очень похожее на то что произошло совсем недавно когда она стала заниматься ну физической культурой вот юрием спас кукотским она вдруг поверила что она может реально похудеть потому что раньше она гнала от себя эту мысль со словами это все равно не получится я не это мне и так далее и тут рука на эти четыре килограмма и понесло в общем какой то такой это не было просто все потому что там потом были осложнения довольно серьезные на светиной стороне в отношениях с человеком который брался давно на руководить нашим похудением это было очень все психологически очень напряженно но не суть не суть значит вот светлана тогда потерял это может быть килограмм 20 за 21 но сейчас уже 30 у них да вот за за все время она потом продолжала там потихонечку скидывать потом уже потеряв вес я потерял 22 килограмма светлана ну пусть будет столько же и потеряв этот вес мы пришли к тому что захотелось понимаете захотелось заниматься какой-то физической нагрузкой и вот пошла эта физическая нагрузка и мое лицо например которое после похудения не могло спасти ничто не массажей там не не кремы не я там не знаю что пошел лицо реально обвисло и я как бы постарел друзья как бы постарел вот но когда мы стали и настроение знаете не было идеальным то есть кидала то туда кинет то сюда кинет как-то вот все было нет не не так а тут значит вот как может так спортом но вот я четыре месяца занимаюсь спортом и очень удачно у меня получается и вот с тренером и спортзал рядом и дома я себе уже оборудовал но в общем это как бы стала частью жизни и надо сказать что опять произошло очень интересно за очень короткий промежуток времени но вот я говорю четыре месяца как я начал но месяца два как я очень хорошо на себе это внешне заметил во-первых я почти сразу выпрямился буквально через неделю потом у меня как-то плечи раздались какие-то значит мышцы там вы вы не писаете я когда в зеркало на себя смотрю я вообще обалдеваю и ну но собственным глазам не верю что вижу это не мое тело знаете совершенно что такое все таки мне 62 года наш мир не дней не 18 чтобы вот так вот там мышцы на мне наращивались я не работаю с большими весами так по мелочи там но самое тяжелое там с чем я работаю там 30 фунтов гантели ну сколько шага 30 фунтов 15 килограмм 14 вот поэтому и такие перемены и опять глядя на меня света сказала я тоже пойду и вот так как-то на нее было тоже много беспокойство такого потому что она всю жизнь ну исходила из того что это не ее что она не сможет и что ей будет неприятно и что это будет связано с какими-то тяжелыми эмоциями и это было всегда и и в ее жизни и в моей вот там когда мы уже во взрослом таком возрасте говорили себе ну надо но ведь надо но нельзя же мы ведь надо и вот это надо оно совершенно убивало вот а мы теперь вот там с эндорфинами как положено с удовольствием и она и я вот я сейчас еду нас 838 30 сейчас приеду домой может мы погулять сходим со светланой а потом джим пойду зал а вот часа на полтора обычно меня занимать а потом значит уже спать и завтра с утра двинусь у меня новая группа начинается урок там тогда вот и внешний вид как-то получше стал и я снова стал в врастать в ту одежонку которая казалось бы безнадежно мне уже велика потому что мышцы появились и вес как бы подрос да но совершенно совершенно под другой вес то как бы вот и не то что я на сушке как вот там спортсмен к соревнованиям там готовится у меня там каждая прожилочка там ни одной жириночки там 7 процентов там 8 процентов жира нет конечно у меня где-нибудь там может 18 вот но в общем хорошо хорошо плюс вы знаете у меня диабет и я сошел полностью с инсулина я колол там 40 45 кубиков в день я полностью сошел с инсулина я полностью сошел с таблеток от давления у меня там кое-чего осталось там этот метформин там от сахара вот хотя я сейчас буду буду потихоньку снижать и метформин тоже и еще там кое-чего есть но мне тоже говорят что на самом деле можно отказаться но как-то я не знаю хочу еще с доктором посоветоваться если будет через там три недели встречусь поговорим вот собственно и все и то есть вот такие изменения замечательные произошли и те кто нас смотрят там но хотя бы год они видели как это происходило как вот это вот арбузообразная физиономия потихонечку значит там стекала 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 потом немножко там подкачалась вот на физкультуре я не знаю в общем такая вот житуха год прошел знаете за этот год было много всяких событий вот по части здоровья зарядок там похудение мы ездили в барселону потом на семинар который организован клиникой доктора гаврилова то есть мы начитались книжек мы наговорились с людьми и в общем тут надо сказать что мы продвинулись в понимании многих вещей и это здорово и в общем надо когда-нибудь хорошо конечно когда молодой и все правильно делает но это не наш случай мы идем к правильному вот неправильного поэтому такой вот у нас интересный путь зато нам есть что рассказать друзья и вот я вам и рассказываю счастливо